Тульская, Липецкая, Курская, Брянская, Калужская. Эти области граничат с Орловской. И на въезде с каждой стороны теперь несут службу дежурные медики. Полицейские и медики перешли на круглосуточный режим работы. В Орловской области появились учетно-заградительные посты. Всех въезжающих в регион берут на карандаш. Мыценский район. На месте будущей автозаправочной станции временно дислоцировались медики из местной СРБ. Останавливают практически всех, чей путь лежит через наш регион. Особое внимание к водителям с московскими номерами. Автовладельцы же говорят, такое внимание к ним только в Орле. Да нет, во-первых, я только сейчас встретил, не видели. Пока ехали, не было такой. Какие регионы уже проехали? Ну, Москва, Толуцкая область. Не было ничего. Только вот как в Орел заехали и так получилось. Каждую минуту досматривают две машины. За 24 часа остановили 6000. Работу учетно-заградительного поста в субботу проверил глава региона. Алгоритм проверки с понедельника поменяем. У нас теплометрия будет только на автобусы более 7 человек, пассажирский транспорт. А так это действительно анкета. Нам важно как раз узнать место, куда прибывает нам регион люди. Мы фиксируем, что люди с выявляемым подозрением на коронавирус, все приехали в регион из других регионов. Это и вахтовики, это и люди, кто работал, учился в других регионах. А сейчас это самая большая опасность. Поэтому, пользуясь и сегодняшней возможностью, просто обращаюсь, просто поберегите себя. Коронавирус нанес серьезный ущерб по тем, кто работал на рынках и ярмарках. Эти люди окружили главу региона у администрации города Мценска в субботу. Заканчиваются деньги к существованию. Товары выброшены. Сумма убытков растет с каждым днем, жаловались амчане. Я одна воспитываю ребенка. Часть товара на 100 тысяч я уже выкинула. Сейчас остатки стоят на складах. Мы не работаем. Места массового скопления людей попали под запрет. И до конца апреля точно работать и приносить доход торговцам не будут. В субботу к трем официально подтвержденным случаям коронавируса добавились еще три. Все завезены в Орловскую область. У нас было подозрение по четверым жителям Орловской области. И как раз это люди, приехавшие из других регионов. Кто работал вахтой, кто работал и в Москве в том числе. По ним тесты были взяты сразу по факту прибытия. Поливалась контактная группа, кто с ними контактировал. На сегодняшний день ситуация с их самочувствием стабильная. Меж тем, с 1 апреля в кодекс административных правонарушений были внесены изменения. Они касаются свободного передвижения по городу и действуют в том числе и на территории Орловской области. Глава региона отметил, что теперь меры носят уже не рекомендательный характер. Конечно, мы будем вводить достаточно жесткие санитарные меры. В дополнение к тем ограничениям, хочешь идти на улицу, перчатки, маска, выходи на улицу, не заражай других. Я повторюсь, позиция не меняется. Маска нужна для больных людей. Но о том, здоровом или больным, мы можем узнать только после проведения теста. У нас закончилась ситуация с рекомендательной частью, только лишь. И после внесения поправок по административной ответственности эти нормы уже действуют. Соответственно, я все-таки надеюсь на разумные отношения наших граждан в первую очередь. Но для тех, кто упорно не будет понимать, придется применять меры ответственности. В первую очередь касается предприятий, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.